К нашему эфиру присоединяется военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Иван, как всегда, рады приветствовать вас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Это Зайна. Спасибо за приглашение. Иван, давайте начнем с ситуации в Харьковской области. Это Волчанск, это Липцы. Вот сводка такая скупая от Генштаба. Враг активных штурмовых действий не проводил. Наши бойцы наращивают оборонительные возможности. Гораздо интереснее информация, которая приходит с той стороны границы. Вот есть информация. Удар Хаймерсами по С-300 в Белгородской области. И еще интересная штука, что украинские военные с помощью дронов смогли уничтожить автомобильную колонну россиян в Курской области. По классической схеме, насколько можно верить этой информации. То есть удар в голову колонны, в хвост колонны. И колонна остановилась. По наблюдениям Дефенс Экспресс, место обстрела всего в 2,5 километрах от границы с Украиной. Это район Свердликово и Лебедевки, пишут. Я так понимаю, Иван, что война уже конкретно переносится на территорию страны-агрессора. Как вам такое? Так, действительно хорошие новости. Я думаю, что мы увидим еще больше результатов вчерашних и позавчерашних обстрелов. Потому что Российская Федерация часто хранит молчание и максимально засекречивает любые результаты прилетов со стороны Украины. Особенно если они касаются чего-то военного. В принципе, надо сказать, что мы тоже секретим. Поэтому это война такая с двух сторон. Кто первый увидит поражение противоположной стороны, тот на короткий промежуток времени чемпион. Действительно поражение очень классное, здорово. Это комплекс С-300. Он находился на севере города Белгород. Я не ошибаюсь. И вот туда был прилет массированный. Есть там очень такие яркие видеокадры, фотографии, как это все горит прямо в поле. Хотя Российская пропаганда говорит о том, что жертв среди персонала нет вообще. То есть, ну как персонал там уцелел под вопросом? Но опять же, галитарический вопрос. Плюс были сообщения о том, что якобы Украина ударила по одному из рынков возле Белгорода. И Российская пропаганда выставляла фотографии, что вот там, что уничтожен гражданский объект. Но, как всегда, забыли заретушировать в правом нижнем углу остатки от комплекса «Искандер», мобильного комплекса. То есть, легко можно увидеть, сравнить. То есть, опять же, по «Искандеру» прилетело, которое кошмарил Харьков и Харьковскую область. Поэтому результаты есть, и это не может не радовать. Но, опять же, это только промежуточное. Это текущее. Нельзя говорить, что ситуация полностью изменилась. Но наши военные делают все возможное и невозможное. Ну вот, начав Харьковское наступление, Путин фактически подтолкнул наших союзников дать добро на использование западного оружия по территории России. Вот и Франция разрешила Украине использовать дальнобойные ракеты «Штормшеду» для ударов по аэродромам в Курской и Белгородской областях. Вот об этом сообщает BBC. Скажите, а как это отразится на возможностях россиян, именно на их логистике, да, и на возможностях наносить удары по нашему тылу? Так, смотрите, здесь ситуация непростая. Франция разрешила. Окей, вопросов нет, здорово. Но эти же ракеты — это совместная разработка франко-британская. И необходимо также согласие британской стороны. Президент Украины Владимир Зеленский уже буквально пару дней назад заявил, что мы дважды обращались к Великобритании с просьбой разрешить. Да, там было согласие от министра иностранных дел Дэвида Кэмерона еще месяц назад, 3 мая. Одним из первых, да, дал это согласие. Но, к сожалению, по сравнению на сейчас, молчание, нет конкретного ответа, нет вообще ответа никакого. Я думаю, что политики Великобритании вместе с военными, они просчитывают, анализируют, взвешивают риски. И без согласия Великобритании согласие Франции, к сожалению, пока ничего не значит. Но если вдруг все-таки такое согласие будет, это означает, что в радиусе, ну не 250 километров, скорее всего, это будет 200, потому что нашему же самолету нужно тоже быть в безопасной локации, чтобы сбросить эту бомбу, эту ракету, то я думаю, что придется Российской Федерации оттягиваться намного вверх, севернее. Не все понятно, но какие-то свои ключевые объекты, ключевые аэродромы. Но лично моя, скажем так, эротическая фантазия, это аэродром в городе Липецк, где прямо сейчас можно открыть Google Maps и увидеть там порядка 100 единиц авиационной техники. Они просто вот как в магазине стоят, вот просто в рядочек, и вот прямо аж просятся туда дальнобойные ракеты, но пока, к сожалению, дотянуться не можем. Вообще ситуация достаточно такая вот, ну непонятная на самом деле. Ну все, что нам передают, это уже наше оружие. Россия использует северокорейские ракеты, северокорейские снаряды, шахеды иранские, но агрессор все равно Россия. Как бы санкции против Кореи есть, санкции против Ирана есть, но никто как бы не взывает бомбить эти страны. Почему вот такое вот, почему не решить это в одночасье, каким-нибудь постановлением, да, указом НАТО, что все оружие, переданное Украине, автоматически становится украинским, и пусть она его использует, как считает нужным. Не, ну это красиво было, но оно не сработает. Поясню почему. Потому что НАТО это такой себе колхоз, это много стран, у каждого свое мнение. Давайте так, как минимум, не то, что как минимум, с самого начала начнем. Все решения в Альянсе принимаются исключительно консенсусом. Да, тут все должны проголосовать. Все 32 страны. Но мы же знаем с вами, что Словакия, Венгрия, как минимум, скажут свое. Нет, нет, Турция, непонятно. То есть это более чем достаточно. То есть НАТО не проголосует. Каждая отдельная страна может давать свое согласие. Шведы сказали, это ради бога, мы вообще не против. Финны, ради бога. Но все ограничивается тем оружием, которое они передали. Вот я могу сказать, за шведские арчеры, это колесные системы, артиллерийские, радиус 40 километров. Классно, здорово. Но пока такого зафиксированного, за документированное использование этих систем против Российской Федерации мы пока еще не увидели. Пока. Все остальные страны, к сожалению, они взвешивают. Там много политиков и мало лидеров. Я всегда пытаюсь, перед тем, как обвиняют другие страны, что же так медленно, давайте быстрее, всегда пытаюсь перекладывать ситуацию на нас. А как бы Украина себя вела, если бы, не дай Боже, такая ситуация военная была бы, например, с одним из наших соседей, вот ну-то война, а как бы мы голосовали, согласилось бы руководство Украины передать свою авиацию всю, всю свою артиллерию, разрешить бить по территории Российской Федерации, вот всем, что есть. Вот у нас есть Нептуны, то бейте по этой Москве, например. Согласились бы мы? Вопрос. Ну вот, поэтому нужно с пониманием относиться, и мы очень благодарны за ту помощь, которая поставляется всеми странами, ну, которые нам помогают, конечно. Ну, спасибо вам за такое разъяснение, да, простым языком о сложном. Иван, чтобы закончить историю с Харьковской области, давайте такой момент выясним, возможно ли, вот уже неоднократно говорится о том, что возможно ли повторное наступление, учитывая, что тянет Россия с других направлений резервы, и насколько велика вероятность наступления с другого региона, Сумская область или даже та же Беларусь, где сейчас вот в таком вялотекущем состоянии продолжаются эти учения, вплоть до использования авиации. Сумская область, вероятно, потому что президент Украины Владимир Зеленский еще на прошлом деле заявил, что там идет формирование российских войск в трех регионах, в трех населенных пунктах. Грай, Варан, еще какие-то населенные пункты, не важно, приграничные они. Идет формирование, мы не знаем. Иван, вернитесь к нам. Иван Ступак с нами на связи, но, судя по всему, вот сейчас, все. Я с вами, да. Начните сначала предложение, чтобы мы не потеряли мысль. Смотрите, президент Украины Владимир Зеленский уже говорил о том, что в трех населенных пунктах при граничке с Украиной, со стороны Российской Федерации, наблюдается формирование ударных групп, техника, люди. Мы не знаем, сколько людей. Мы не знаем, сколько техники, но они там есть. И тут могут быть, в принципе, три таких варианта, которые я вижу. Первое. Эти вот все люди, которые формируются, их можно куда бросить? На поддержку того наступления, которое делают сейчас россияне уже почти 4 недели. С 10 мая. Вот в направлении Волчанска, Лепцы. Можно же туда бросить? Можно. А можно ли бросить эти войска для того, чтобы открыть третье направление в Харьковской области? Можно. А почему бы нет? А что еще может быть? А может быть Сумская область? Конечно, может быть. То есть здесь вопрос, кто угадает, кто кого обманет, переиграет и сможет получить какое-то преимущество в фору времени. Поэтому мы всецело смотрим, наблюдаем, как они реагируют. И куда формируются? По вопросу Беларуси. Я, честно говоря, я думаю, что с Беларуси ожидать ничего не стоит, но смотреть нужно внимательно. Лукашенко вообще не настроен на эту войну. Он прекрасно осознает, что треть его экономики находится в непосредственной близости от Украины. И в случае вторжения Украина превратит просто действительно в пепел. То есть это не фигура речи в пепел, в труху, не знаю, в картофельную кожуру крупнейшие предприятия Республики Беларусь. И Лукашенко, он сам понимает, для защиты ему придется раздавать оружие своим гражданам. А он этого очень не хочет, потому что не понимает, в чью сторону это оружие может развернуться. Иван, детальную ситуацию на юге мы обсудили уже с Сергеем Брадчуком. Что по основным, по самым горячим направлениям, по вашим наблюдениям? Это Покровск, Часовьяр. Несколько дней назад была такая информация, что устали россияне окружать Часовьяр, наступать с флангов, сейчас решили опять бить в лоб. Что сейчас по вашим наблюдениям? Ползучее наступление, еще раз. Ползучее наступление с разными тактиками. Сначала было больше техники, потом стало больше людей, потом стали маленькими группами пехоты, потом пехота с танками, с небольшими группировками. Активнее используют, вот эти вот садовые танки их называют. Но, правда, есть нецензурное название у этих танков, танк-гараж. В принципе, они свою работу делают, набивают туда максимальное количество живой силы. И это просто как такое такси, защищенное вот этими конструкциями, довозит пехоту до необходимой точки, высаживает и возвращается назад. То есть вот такое себе попытки ползучего наступления, продавливания за счет того, что украинские резервы растянуты на самых разных направлениях. Минута у нас остается эфирного времени. Давайте, если вкратце, вот такой обзор ситуации на оккупированном полуострове. Давайте проанализируем удары недельной давности по пусковым установкам, по РЛС, по порту Кавказ. Как это влияет на логистику оккупантов на полуострове? Пока до конца непонятно, как мы не видим четкого результата, чтобы там уничтожили порт Кавказ, все, и там топлива нет. То есть есть перебои, но вот такого вот масштабного эффекта пока что мы не наблюдаем. Но это текущие удары, из этих текущих ударов и получается победа. Слушайте, давайте вспомним нашего боксера Александра Усикова. Он же не с первого удара Таисина Фьюри вынес. Это были 12 раундов. Это удар за ударом. То есть здесь точно так же удар за ударом и эффект, я ожидаю, что будет позже. Но опять, правильно было определено. Крым – это большая ловушка для российской армии. Он маленький, он ограничен со всех сторон практически водой. И вариаций для перемещения тяжелой техники не так же и много. Особенно авиации или каких-то больших комплексов. Рано или поздно они становятся видны, их замечают и по ним потом прилетают. Да, совершенно верно. И все попытки, вот как уже и есть информация от партизанов АТ, что пытаются прятать самолеты, какие-то изыскивать новые возможности, открывать новые старые аэропорты. Но, судя по всему, силы обороны и там их всех найдут. Иван, спасибо большое за то, что присоединились. За вас детальный анализ ситуации на фронте. Иван Ступак, военный эксперт, бывший сотрудник СБУ, был на связи со студией «Фридом». Спасибо вам. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.